Метель и плохая видимость. Непогода стала причиной закрытия зимника. Жители-искатели жалуются на отвратительное обслуживание септиков и выгребных ям. С главными новостями этого дня в студии Ирина Цепетова. Заболеваемость тёрви и гриппом в округе на контроле главы региона. Игорь Кошин провел рабочую встречу с руководителем регионального управления Роспотребнадзора Натальей Кирхар и советником губернатора Сергеем Свиридовым. Ключевой темой встречи стала ситуация по заболеваемости населения региона острыми респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. Первый же вопрос губернатора касался гриппа, а именно количество зафиксированных случаев. Руководитель санитарного надзорного ведомства рассказала, что лабораторно подтвержден только один случай. В целом по округу эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 77,6%, по Наринмару и поселку-искатель на 68%. В связи с этим Роспотребнадзор настаивает на введении внеочередных недельных каникул в школах Неницкого округа для предотвращения роста числа заболевших среди учащихся. Игорь Кошин подчеркнул вопрос по внеплановым каникулам необходимо решать с профильным департаментом. В свою очередь Сергей Свиридов доложил главе региона о превентивных мерах. Всего от гриппа было привито 40% населения округа, что превышает среднероссийские показатели. Кроме того, на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ в 2017 году в регионе введен комплекс ограничительных мероприятий. Помощник губернатора отметил, что сформирован двухмесячный запас противовирусных лекарственных препаратов и пятимесячный запас масок. Метели и плохая видимость стали причинами закрытия зимника. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы 112, в настоящий момент автотрасса Наринма-Русинск закрыта для всех видов техники. Информация о состоянии зимника актуализируется ежедневно дважды в сутки. Узнать о пропускной способности дороги можно по телефону, который вы видите на экране, на информационных табло, установленных в начале временной автодороги в районе поселка Харьягинский и на Лаевожской дороге в районе асфальтобетонного завода. Недобросовестное отношение и постоянный характерный запах. С такой жалобой обратились жители поселка Искатели в службу информации нашего телеканала. На протяжении новогодних каникул многоквартирные дома одного из районов рабочего поселка остались без внимания синизаторов. Жители бьют панику. С приходом тепла все содержимое в огребных ям потечет в подвал или в ванны квартиры. Как этого не допустить и возможно ли решить самую острую коммунальную проблему поселка, смотрите в нашем репортаже. В поселке Искатели, в отличие от Наринмара, не существует единой канализационной системы. Поэтому для водоотведения используют септики, которые каждую зиму становятся настоящей головной болью для жителей многоквартирных домов. В рабочем поселке около 213 домов. И у каждого из них имеются септики или выгребные ямы. Именно они становятся источником коммунальных проблем. Надежда Николаевна и все жильцы дома по улице Поморская, 10А, вот уже на протяжении нескольких лет борются за чистоту. А если точнее, за регулярный вывоз нечистот. Каждую зиму, как только встают крепкие морозы, в квартирах начинаются проблемы. Когда у них это всё замерзает, то сверху моются, а все отходы уходят в ванну. Третью квартиру вот в эту. Но сейчас там их нету никого, они уехали. А в прошлом году это было безобразие. Я бегала-бегала, орала-орала. Там пол ванны была канализация и всего. Происходит это потому, что выгребные ямы вовремя не очистили. Нечистоты замёрзли, и канализационные сливы стали выходить наружу. В подвал дома, в ваннах квартир или на улицу. С сентября выгребные ямы домов в районе улицы Поморской обслуживает компания «Универсал». По словам жильцов, работают сотрудники периодически, а счета присылают регулярно. Посмотрите-ка, сколько она мне тут принесла. Всего-ка платит 4129 рублей. Плюс ещё один счёт на 3000. Итого больше 7000 за три месяца. Такая же ситуация с ещё одним подопечным домом «Универсала», говорит Елена Зайцева. Она живёт на губке на 19. О том, что выгребные ямы не чистят, понятно сразу. Крышка люка лежит под сугробом. Вот посмотрите, всё занесено снегом. Никто не подъезжал и подъезжать не собирается. Когда в последний раз? В последний раз со скандалом было 5 января. Это потому, что уже скандалим, ездим туда к нему, звоним, смс-ки посылаем. Вот приехал 5 декабря. Но сейчас опять уже не отвечает на телефон, телефон отключен. Хотя этот телефон находится в квитанции, мало ли, что аварийное случись. Мы должны поэтому телефону звонить. Телефон, вот сегодня звоню с утра, телефон отключен совсем. Мы позвонили на указанный в квитанциях номер и трубку подняли. На предложение прокомментировать ситуацию с вывозом канализации ответили положительно. Хотел уже пригласить ППУ в машину, чтобы закрепить септики. У нас, естественно, нет этой машины. Нам пришлось обращаться в какую-то другую организацию, пока мы договор заставили. То есть графика ушла примерно на 5 или 6 дней. То есть они все замерзшие. Пока я договор заключил с другой компанией, у которой есть ППУ, пока я пригласил ППУ, было такое, чтобы мы график нарушили. Но, тем не менее, сейчас все нормально, все стабильно. К тому же, чтобы наладить работу осенизаторов, в феврале на каждом обслуживаемом доме появятся графики вывоза нечистот. На каждый дом, в каждом подъезде, на каждый подъезд хочу повесить, чтобы жильцы видели четко, что такого числа для нас у нас должно откачивать, и такого числа тоже. И чтобы им было проще, если такого числа нет, откачки, и чтобы они могли позвонить в диспетчерскую службу, сообщить, что сегодня вроде должны были нас откачать, а почему-то наш дом откачивать, и почему-то нет. Вот, в связи с этим вот такое. Вы на какие звонки реагируете? Я-то реагирую, но у нас есть диспетчерская служба, я могу где-то занять, где-то не занять. Просто вот эти зимние морозы, когда были, честно скажу, в день чуть ли по 20 звонков, дома, я вам еще раз говорю, не готовые были. Тут замерзло, там замерзло. Я сам, являясь руководителем, я целыми днями на этих отогреваниях был, целыми днями по подвалам лазил, мы отогревали, чистили. Получается, вся загвоздка была в морозах. Но как будет работать компания в следующие месяцы, расскажут только жители многоквартирных домов. Впрочем, это вопрос ни одного года и ни одного района поселка. Для полноценного водоотведения поселения необходима единая канализационная система. Сегодня содержимое септиков и выгребных ям попросту вывозят на полигон, без какой-либо очистки. Это можно будет производить только на очистных сооружениях, которые планируют запустить в мае 2017 года. Но работать в полную силу они смогут при наличии канализационных сетей, строить которые еще не начали. Эти работы должны были вести параллельно. Вести канализование, спадом его вводить и потихоньку туда уже трассу тогда вести, чтобы запускаем очистные сооружения и запускаем канализацию. То есть подключаемся и процесс пошел. Для реализации проекта ищут инвесторов, поскольку сумма неподъемная для бюджета региона – более 1 миллиарда рублей. Рассматривается вариант строительства на принципах государственно-частного партнерства. Центральная канализационная сеть позволит обеспечить положенную очистку сточных вод, избавит поселок от пресловутых выгребных ям и постоянных жалоб населения. Валентина Чебичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Смотрите далее в выпуске. Для точного определения стоимости строительства объектов профильный департамент предложил использовать зональные коэффициенты. В рамках программы «Земский доктор» Нинецкий округ готов принять 5 врачей для работы на селе. Напомню, согласно программе, прибывшим или переехавшим на работу в сельскую местность врачам предоставляется единовременная компенсационная выплата в 1 миллион рублей. При этом сумма не облагается налогом. На компенсационную выплату в бюджете Нинецкого округа на 2017 год предусмотрено 2 миллиона рублей, в федеральном – 3 миллиона. За счет этих средств предполагается привлечь врачей для работы в амбулаториях населенных пунктов Нельминос и Харута, участковых больниц в Харивере, Нижней Пёше и Великовисочном. В 2017 году выплата будет предоставляться медработникам, прибывшим в сельскую местность как в 2016 году, так и в этом году. Когда программа только начиналась, в 2012 выплата в 1 миллион рублей осуществлялась за счет федеральных средств. С 2013 по 2015 годы компенсационная выплата складывалась в равных долях из Фонда обязательного медицинского страхования и бюджета округа. С 2016 года соотношение изменилось. 60% составляют федеральные средства, 40% – окружные. Такие пропорции предусмотрены и на этот год. По условиям программы, медработник, приезжая на село, получает средства на покупку или строительство жилья. В течение пяти лет существования программы в Нинецкий округ приехали 40 медицинских работников. Для точного определения стоимости строительства объектов профильный департамент предложил использовать зональные коэффициенты. По мнению специалистов профильного ведомства, это поможет в борьбе с долгостроями. Соответствующее решение поддержано на заседании администрации Нинецкого округа. В настоящее время при определении стоимости строительных и ремонтных работ на территории округа учитываются только территориальные сметные нормативы. При разработке унифицированной сметной базы за основу бралась стоимость доставки строительных материалов и оборудования Денаринмара. При этом в поселениях округа практически полностью отсутствуют пути наземного сообщения с Большой землей и окружной столицей. В профильном департаменте отметили, из-за сложных логистических схем существует разница в цене доставки строиматериалов и оборудования в различные поселения округа. При этом цена материальных ресурсов составляет более половины всей стоимости строительно-монтажных работ. На основании оптимальных транспортно-технологических схем доставки строиматериалов и оборудований в населенные пункты региона, а также территориальных и климатических условий Крайнего Севера, территорию округа разделяют на шесть зон. После вступления в силу 1 марта 2017 года зональные коэффициенты к индексам изменения смертной стоимости к общей стоимости строительно-монтажных работ составят от 1 до 1,18. Искусство народов Севера стало ближе. В Нинницкой центральной библиотеке имени Алексея Печкова открылась выставка «Полярный гардероб». На ней представлена коллекция книг о декоративно-прикладном искусстве народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. На выставке можно увидеть уникальные рукотворные работы, в том числе и из частных коллекций, и работы студентов дизайнерского отделения. Всего на экспозиции представлено более ста экспонатов, отражающих культуру и традиции таких народов, как ханты, якуты, саами, нифхи, буряты, коми и ненцы. Представленные на выставке книги рассказывают о национальной одежде этносов, о ее крое, орнаментах, которые сохранились до наших дней. Они помогают воссоздать забытые и частично утерянные каноны и традиции декоративно-прикладного искусства народов Севера. Органично вплетая прекрасные формы бытия, каждый народ делает это по-особому. Век высоких технологий в сознании современного человека возникает ностальгия по рукотворным исконно народным вещам. Необходимо свернуться к своей истории и продолжить развитие национальных обычаях. Думается, что глубокое изучение древних традиций именно по книгам отразится в современном искусстве мастеров. Трудно найти замену рациональному, надежному костюму, который не подведет в самых неблагоприятных условиях. Особенно следует ценить и хранить искусство немногих рукодителей, владеющих премиум древнего женского ремесла. Это выделка и окраска шкур, и досоздание тончайших узоров. Книги не просто увековечили искусство северных народов, но и призывают к работе новых мастериц. Наши северные рукодельницы представили на выставке свои изделия. Также здесь можно увидеть экспонаты из частных коллекций, которые были приобретены во время поездок за пределы округа или достались по наследству. На этой выставке представлены изделия, которые делали наши студенты. Студенты дизайн, специальности дизайн. Есть изделия, которые делали наши преподаватели Галина Николаевна и Ирина Анатольевна. Но есть работы, которые делала я, и есть работы, которые я представила из своей коллекции. То, что делала моя бабушка, то, что я приобретала в других регионах, для того, чтобы можно было знакомить наших студентов с миром коренных народов Севера. Одна из работ, которая принадлежит частной коллекции Галины Назаровой, вот этот головной убор нивхов. Нивхи живут на Сахалине. Это рыбаки, охотники. И узор их представляет форму вол. Это ручная работа. В принципе, все экспонаты, которые представлены, это ручная работа. Экспонаты выполнены в самых разных техниках и с использованием таких материалов для творчества, как бисер, глина, мех, рыбья кожа, дерево, ткань. Здесь даже есть работы из фоамирана и паперклея. Например, вот этот ненецкий шаман выполнен как раз из него. Автор работы – студентка социально-гуманитарного колледжа Юлия Шабловинская. Вместе с Татьяной Масловой они представляют на выставке дизайнерское направление. Мы пробуем различные техники. И одной из таких техник сложной является паперклей. Сначала у нас была работа с пластилином. Мы, конечно же, к этому долго готовились. А потом уже, чтобы не переводить лишний раз материал, мы начали делать из паперклея. И я думаю, наши работы получились очень интересные. У нас есть целая коллекция таких кукол. Все они разные. У каждого был свой костюм. И вот даже традиционные тоже у нас имеется. Студентка колледжа Татьяна Маслова представила на выставке и свою работу из глины. У меня вот создалась такая идея – сделать ненецкий сувенир. Вот такую вот девочку маленькую в паничке. Конечно же, это стилизованное все. И вот что у меня получилось. Студенты социально-гуманитарного колледжа изучают историю культуры народов Севера на профильном предмете, в рамках которого знакомятся с традициями, жизнью и бытом коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. А потому интерес к сегодняшней выставке у них особый. Так как мы будущие педагоги, мы должны знать историю культуры своего народа. И нам будут в группе ходить дети разных народов. И мы должны знать это. Это на нас интересно, так как это будущий опыт для нас. Выставка «Полярный гардероб» будет работать в течение месяца. Каждый желающий сможет заглянуть в отдел Севера и получить незабываемые эмоции и новые знания. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». История и тайны древнего города. Телеканал «Север» продолжает серию сюжетов о Севастополе. Следующая остановка в загадочном Херсонесе. Его размеры, сохранность и расположение привлекают к нему взоры ученых и туристов, краеведов и просто любителей древности. Это древний город Херсонес. Его история тесно связана с великими цивилизациями античности и средневековья, неотъемлемой частью которых он являлся на протяжении двух тысяч лет. Сегодня прикоснуться к истории может любой желающий. Экскурсии по древнему городу привлекают тысячи туристов. По древним тропам прошла и наш корреспондент Мария Владимирова. Под открытым небом на берегу Чёрного моря раскинулся археологический заповедник Херсонес Таврический. Он является самым величественным археологическим памятником Юга России. Основанный греками в V веке до н.э. город пережил и римское присутствие, и византийское владычество. Город просуществовал две тысячи лет. Херсонеситы с первых дней вели борьбу с врагами. Приходилось отстаивать такую удобную по расположению и такую красивую территорию. Херсонес от врагов защищали две мощные оборонительные стены. Почему две? Если врагу удалось перебраться через одну стену, то он попадал в своеобразную ловушку, из которой ему уже точно было не выбраться. А за тем, как наступают, враги наблюдали с двух башен. Сейчас они остались в полуразрушенном виде. Одна прямоугольная высотой 14 метров, другая полукруглая, которая находится чуть дальше. Это, в общем-то, все, что осталось от оборонительных сооружений Херсонеса. После череды разрушений в конце 14-го, начале 15-го веков в город пришло запустение. Его покинули последние жители. Свое второе рождение Херсонес обрел как памятник археологии. Город наш Капаю до сих пор. Ежегодно здесь работают около 15 экспедиций. Но раскопали Херсонес только на одну треть. И в фондах нашего музея более 200 тысяч экспонатов. Большое количество памятников, видите, находится под открытым небом, на городище. Первые археологические раскопки в Херсонесе датируются 1827 годом. С середины 19-го века они велись почти ежегодно. Первые археологи, которые работали в Херсонесе, искали остатки первых христианских храмов. В частности, того храма, в котором в 10-м веке крестился киевский князь Владимир. И нашли. Херсонес представляет собой классический город, где абсолютно в каждом квартале, если наблюдать его сверху, располагался храм. Храм, как именно общинный, семейный храм, в который вмещалось, он был небольшой по площади. Но это говорит о том, что, вскрывая, наверное, поднимая еще какие-то культурные слои, сегодня археологам предстоит, наверное, открывать и, скажем так, проливать научный свет на жизнь и быт ранних христианских общин средних веков. Православная святыня, которая увековечила принятие христианства князем Владимиром, Свято-Владимирский кафедральный собор. Он построен в Херсонесе и является одним из самых больших по площади среди крымских храмов. Сейчас это красивое величественное здание, в котором регулярно собираются тысячи прихожан Севастополя и не только. Идея возведения храма в древнем городе Херсонесе родилась еще в 1825 году. Строительство началось только через 36 лет. Стены собора были выложены мраморными плитами, стояли на месте древнего храма, в котором происходило крещение Руси. Во времена Великой Отечественной войны из-за попадания бомбы храм был разрушен. Но в начале 90-х годов Владимирский кафедральный собор был снова передан верующим. Количество исторических памятников в Севастополе поражает воображением бывалых путешественников. Для того, чтобы посетить все, не хватит и месяца. Но, находясь там, обязательно нужно найти время для знакомства с винодельческими хозяйствами региона. О них расскажем в следующем сюжете. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, телеканал «Север Севастополь». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.